Доброе утро. Доброе прекрасное утро. Что, Вика? Нет, Семен, пожалуйста. Почему? Сухой воды. Воды давай подвью. Не хочу больше. Жижечки. Не хочешь больше мыть здесь? Ну, ты начинаешь же. Правда, блядь. Это глазус, да? Ты кастрюлю готова, бери. Сейчас уберу, успокойся. Уберу, успокойся. Все будет хорошо. Тема проснулся. Козик, кто это идет? Кто это идет? Королева красоты. Королева красоты постриглась вчера, да? Ты постриглась вчера. Жопа. Чего? Нет, я сто раз попала в камеру. Нет. Все. Три раза. Жиж, браво, не надо. Не снимай, я тебя успокойся. То есть, не хочешь, да, пойти в YouTube? Такое я не хочу, блядь, больше. Почему? Скажи, цвет не тот, там не тот. Ага, блин, на сына пострелы. Да? Короче. Не обреши мне их внимание. У меня много хороших. Жапы у меня мало. Как вкусно. Утро доброе, утрое прекрасное. Утро раннее. Под окошко прям заходит, да, летом? Угу. Я вообще-то не отключаю. Будем завтракать. И поедем потом в планету. Я ко мне отстирывает кроссовки после нашей пьянки в Железногорске. Смотрите, как круто отстирала, но тут еще есть косичок. Смотрите, развод вышел. Я говорю, давай еще раз закинем, постираем. Где-то вот здесь, вот видите. Прикиньте, я не знаю, что-то проявилось. Она как ржавчина какая-то. Может, это мокрый, Вик, кстати? Нет, Женя, у тебя останется, если надо же выходить. Ну да, это прям бедно. А так вообще, блин, конечно, очень круто отстирались. Конечно, белая ткань, особенно вот такая. Это последние мои кроссовки в жизни будут, потому что, ну, бля... Это, конечно, очень красиво, но это так и сука непрактично. Жоро. Это коллаборация, я покупал, по-моему, с вами вместе. Nike, а, Puma, Puma с этим, с Мерседесом делали. Коллаборацию, да, котенок. Да, маленький котенок. Ириска. А, ириска. Тебя тоже надо это, это, состирнуть, да? В машинку с кроссовками. С кроссовками. Пока с белинкой, да. Пока с белинкой, да. Улетай со мною в облака. Да, 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 да. Мы на месте, мы приехали. Слушайте, жарко. Ну, вечером так холодно вчера было. Поэтому взяли кофточку. Все взяли кофточку и приехали. А, потом планету пойдем. Ну, планета, кстати. Давай на Дамаску. Блядь. Добавил, Пам. Здрасте. Все красиво, хорошо. Управление. Привет. Вот и все, все поздравили. Спасибо. коридор а тут вообще тут много всего в этом дизайне вам не надо? нет, нам не надо почему? потому что ты показать, что я вам могу сейчас с тобой зайду, просыпать, скажу здравия, тетя, можно? для заполнения согласен и исследований для меня все будет заполнить согласен с вторым дизайнером сейчас, секундочку сертификат К-452 дробь 21 8 часов сегодня господи, 31 07, 08 08 все, все чики-пики сделали понедельник хирург посмотрит скажет, как мне дальше жить дали диск что он делает? он на 9 едет сейчас Женя, мы ничего не сделаем мы звали потом в штрафе потом мы ели на 2 в начале всех забираем, нет? потому что на 6 лет мы не кто-то 30 зашли это мальчик приехал надо за нами приехать на другой думаю смотри, с кедровыми орешками а ты такой не хочешь? ну, вот смотри, кстати сырное мороженое или сникес можно можно это и там нахерач и-ка подвинься а это, подожди, это что? это мороженое или что это? не-е-е это не пончики? ну, якобы пончики только я не знаю, какая там начинка была пончиковая мороженое что я хочу, наверное, мороженое ты думал, здесь нет стекла? хотел потрогать ну, у меня такой скин есть не было у нас ага это, знаете такой жеский ждем коктейль коктейль ждем ой Что, идем? Все? Стой, стой. Вика, ну что, он сам трубку не вставит? Ну, он стоишь. Магнатка с трюфеля по шоколадным, очень вкусно. Дрива, вкусно? Дрива, вкусно, вкусно. Дрива, вкусно, вкусно. Дрива, вкусно. Дрива, вкусно. Дрива, вкусно. Ну, не снимайте вот это все. Что ты говоришь, а? Ты же просила не снимать, я не снимаю. Стой на камеру. Музыка отключилась, хочу показать, мы пришли в Чихану. Такое, ну, как у нас, все то же самое. Взяли что ли-ка? Пива. Пива, да? Салат с лососем, оливье. Сейчас вам покажу, что картинка очень красивая. Сейчас покажу вам картинку. Вот так выглядит. Не знаю, сколько это вкусно, но мне кажется, очень вкусно. Посмотрим, да, ожидание и реальность. Что же будет? И что-то еще надо. Хочу какие-то слова бунивти? Не-не-не, я не хочу. Я вот себе, куда я предложила. Тоже хотел что-то. Грибы какие-то, тут столько всего вообще, интересно так. Мне кажется, что у нас как-то поменьше ассортиментик. Так, ладно, отключается, то есть музыка, не знаю, сейчас прилетит нам с вами по шее за эту музыку. Ну что, вот так выглядит реальность. Там, кстати, три кусочка было рыбки. Ну ладно, не будем продираться, очень красиво. Ну, Тём картофель ест. Это вкуснее, да, Тём? Чем дома? Дом-то бесплатный. Нет. Заказал хинкали. Два таких, два жареных. И, блядь, не хочу, не могу. Вика, давай, налетай. Вика, давай, пробуй, ешь. Мы гуляем. Решили прогуляться до музея-усадьбы. Вика голову наклонила, пошла такая. Сурикова. Сейчас вам покажу. Вот его дом. Не знаю, что там, давайте посмотрим. Он теперь работает как музей. Вот. Здесь родился и жил великий русский художник Суриков. Аудиогид. Понимаете? QR-код бат, скачал. Чтобы открыть ворота, нажмите лапку. Какую лапку? О, смотрите, вот она лапка. Класс. Музей работает кроме воскресенья. Сегодня он работал до восемнадцати. Класс. Вчера было холодно вечером. Говорю, набрали этих свитеров, блин. На улице очень шарко. Будет, да, Вик? Обещаешь? Чтобы я не зря на себя таскал. Кстати, ношу теперь по-другому сумку. Ей это в разы удобно. Удобнее. Очень удобно. Прям вообще огонь. У Вики подглядел. Вика так носит сумки. Думаю, дай как я тоже переобуюсь. В общем, сейчас вам покажу еще пару интересных мест. Мест моего детства. Мои юны. Просто я здесь прям любил тусить. Это все. Это прям... Я просыпался. Мне прям трясло. Я хотел ехать в центр. Не мог я оставаться дома вообще. Мне прям... Я не мог находиться дома. И всегда максимально... Сколько можно было времени провести в центр, я проводил в центр. Сейчас покажу еще пару мест. Так, смотрите, Кванг. Первый торговый центр, где появился лестница эскалатор. Все, мне кажется, раньше гоняли сюда, чтобы покататься на этом эскалаторе. Мы сейчас пойдем вот в ту сторону. Здесь раньше был магазин погружения. И там был еще ресторан, который я очень часто ходил. Естественно, уже ничего нет. А магазин погружения он... Короче, там диски продавались. Музыкальные. Все диски приди себе раскупали. Да, да, да. Эстрел там покупал. Там парк, кстати. Мы сейчас это, может быть, где-то увидим. Сейчас посмотрим. С другой стороны. Какая кафешечка прекрасная. Какая кафешечка прекрасная. Папас. Так, мизон, мизон. Какой клуб зажигал. Прикольно сделали. Торговый офисный центр. Все по-другому. Все новое. Этого я уже ничего не знаю. А вот впереди торговый центр. Ой, кинотеатр луч. Впереди. Очень классный кинотеатр. Там классные ресторанчики в нем. Причем видовые. На высоте. Ну, прикольные. Ваниль там называется. По-моему, как-то так вот ресторан. Там парк Горького. Смотрите, это парк Горького или парк Горького? Парк Горького. Да, я знаю. Там дальше по этой дороге. Туда же за вокзал. С которого я уезжал в Москву. Куда? Под тем, кто перейдет. Зачем? На эту сторону. Что, на ту хочешь? Пошли прямо пройдем и перейдем направо. Вон, вон зебра же впереди. Сейчас вам покажу местный ЦУ. Вот он. Он здесь как это, как рынок, да, больше? Какие-то там палатки, чертова, херня. Ну, короче, обычные магазины. Отдельчики. Понимаете, не смотри, даже платок написал. Что там даже? Дом. Что? Ну, такое, то есть вообще никакого отношения не имеет к ЦУМу московскому. Просто центральный универмаг. Сейчас я покажу вам что-то другое. Это кому был памятник-то? Я помню, да, я загадывал желание. Тер нос, зонт все тер. Как хотел в Москву. Поэтому дядьке. Блин, что же это? Кому это памятник был, а? О, аудиогид. Ну-ка подождите, сейчас я нажму, прочитаю. На самом деле там все не так просто. Там какие-то... Нужно выбрать экскурсию пешую 30 минут, экскурсию на автомобиле. Короче, там. Я думал, там можно нажать и узнать, что за памятник. Не, ни хера, не то. Кстати, здесь тоже появились одни из самых первых пальм в городе. Сюда их начали ставить, видите? Их убирают на зиму. А сейчас вот в этом доме впереди, я не знаю, что находится. Там была раньше Евросеть. Называлась VIP-Евросеть. И я там работал в ночную. У меняются книгу и свою обратно. Да, да. И можешь так вот менять книгами. Новые учебники с языковки. Да. Меняются книгами. English. Вика, у нас был такой English. 5-6, да. Да, у нас такой был, кстати. Русский язык 8-й. Там учебники новые. Ты хочешь посмотреть, Тема, что такое? Тема, русский язык 8-й, 9-й класс. Физика это 11-й. Смотри, прям новый. Учебник прям новый. А просто мы не поняли, что тут сейчас авторов. Мы можем не попасть под этот книг. Да? Угу. Ну ладно, давай клади. Главный чтец. И на этой дуде и грец. Сейчас посмотрим. Что такое здание красивое. С часами. Сейчас посмотрю. То ли следующий, то ли это было. Нет, следующий, наверное. Да, да. И просто я вот здесь парковался, чтобы пойти. Слушай, по-моему это это было. Да, 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 да. Вот она. Вот там лестница. Сейчас вам быстро покажу ее. Там была лестница на второй этаж. Смотрите. Здесь раньше была Евросеть. Евросеть помнишь сколько была здесь я работал? А здесь? Да, вот она лестница наверх на второй этаж. Потому что у нас было два этажа. Вот она и в России была. Здесь я работал в ночь. Вот еще одна красота местная. Пушкин и Наталья Гончарова. Знаете ли, что Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой в 1828 году? А Наталье Гончаровой было, представитель, 16 лет. Они встретились впервые на балу. И спустя полгода они уже были в отношениях Мутилия, прикиньте. Я помню чудные мгновения. Вот так. Чуть не покатился колбаской. Смотрите. Какая романтика. Куда идет девушка, дарит цветы. Ой, кто мне подарит цветы? Сейчас напишут. Бега, куда мы идем? Может нам надо было туда пойти? Там-то ничего нету. Налево может быть какая-то кафешечка. Мы хотели там присесть, где Евросеть. Нет. Нету мест. Есть столики самообслуживания. Наливают пиво в бумажные стаканы. Кофея нам не подходит. Нам не подходит кофе. Абсолютно не подходит. Это вредно пить. Абсолютно. Лучше пить пиво. Так крепче спится. Нормально. Что нормально? Вылез. Кататься. Что-то тоже очень старое, древнее. Сейчас мы прочитаем с вами. Так улица Кирова 26. В этом доме на рубеже 19-20 веков работали лучшие врачи Енисейской губернии. И перечислен список. Крутовский. Крутовский. Коновалов. 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 Троицы. Плохой почерк такой. Ну, короче, какая разница. Торгово-промышленная палата. Какие здания раньше делали? Да. Пойдемте, пойдемте. Смотрите, да, вот заморачивались же. Да. Сейчас коробку, блядь, построят. 60 этажей сейчас строят за два года. А это строили бы, блин, до конца дней своих. Пойдем. Где? Огонь и лед. Ну, пойдемте посмотрим. Гриль-бар это. Музыка. Вот мы зашли и посмотрели, мне не понравилось нам ничего там. Вот, в общем, еще музыка при колонне. Нас посадили, колонка прямо над нами орет. В общем, пошли мы дальше. Вот тоже что-то. Это тоже самое, но там в кресле. Но вот помещение. Лаунж-пар там, где хорошо какой-то закрытый, видите? Черный. В общем, как вы поняли, тут даже в центре пойти некуда особо. Мы вернулись на наше место. Сейчас, наверное, пойдем либо в Нью-Йорк. 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 Или как он там? Нью-Йорк. Либо этот, в Бангкок. Ну что, мои хорошие, мы посидели в Бангкоке. У нас сегодня были разговоры очень серьезные. Даже ничего не снимал, потому что были беседы психологические очень высокого уровня. Я надеюсь, что все все поняли. Да? Да. Я их наставлял на путь истинный, потому что мне казалось, что нужна проработка психологическая им обоим. Что мелкому, что старшей. В общем, короче, я думаю, что я сделал свое дело. Посмотрим, как это будет работать. Ну что, мы идем гулять. Мы идем гулять. Прекрасно посидели в Бангкоке. Это шикарно посидели в Бангкоке. Ребят, что в Хилтон? Ой, в Новотелл. Опять? А, подожди, у меня паспорт с собой, кстати. Вика, у меня паспорт с собой. Ну, конечно. Почему? Ну, конечно, ты как говоришь. Пошли ездить. Пошли погуляем. Может быть, на обратном пути. Может быть, и номерок снимем. Да? Ну, если ты половину мне дашь денег, дашь? Ну, могу. Что ты можешь? Что ты можешь? Пять тысяч там стоит? Пять. Две пятьсот дашь? Две пятьсот не могу. Ну, что значит, ну, могу? Да ради меня или ради себя? Да ради всех. Вика. А? Две пятьсот даст нам на счастье. Это его деньги. У меня паспорт с собой. Ну, я вот сейчас. Я могу платить. А, вернет. Он потом вернет. Конечно, кредит возьмет. Кредит, да. О, новый подписчик. Новый подписчик. Благодаря кому? Благодаря тебе. Нет, нет, благодаря, потому что ты сам. Молодец. Я что, господи? Я просто дал контакты твои. Нет. Нет. Смотри. В общем, мы идем гулять. Как красивый мультик. Вика говорит, пойдемте. Вика, тебе холодно? Нет. Нет. И нам не холодно. Нам вообще не холодно. Вика, вот смотрите. Мне кажется, она идет и замерзает. Мне тоже так кажется. Потому что Вика говорит, ребята, одевайте кофты. Мы-то взяли. Я, конечно, с этой, сука, кофтой весь день парился. Я посмотрела по голове. Мне прям было жарко везде с этой кофтой. Вика вот так, блядь, не взяла ее. Темочка взял. Я не заботилась. Темочка одел. Я тоже наделаю. Я взял с собой. Зато сейчас такая благодать. Я же о вас позаботилась. Так хорошо. Вика говорит, пойдемте на красивую улицу. У них есть улица. Карла Марса? Или Мира? Мира. Мира? Ты говоришь, Карла Марса вам не говорила? Нет. Мира. Да. Очень красиво. Это, конечно, на подсветке. Да. Пойдемте посмотрим, что там еще. Правый. А, уже все. Уже ничего не принял. Пойдемте. Подсвечивается. Вика говорит, это очень красивая улица. Она вся подсвечена. Ну, красиво. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, я говорю, Вика, наверное, красиво. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, наверное, красиво. У меня правда красиво. Ой, я даже как не рубили. Ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...